Об инциденте в прокуратуре узнали из средств массовой информации. В ходе проверки выяснилось, что деньги действительно не были выплачены, хотя работы подрядчик выполнил в рамках контракта, заключенного в июне 2019-го. Речь идет о компании «Альянс», которая в сентябре оказалась буквально в центре скандала. Качество ремонта поставили под вопрос после выезда на место председателя городского совета Ольги Перезневой. Она же является депутатом этого округа. После заказчик отказался переводить деньги. По словам Сергея Попова, после вмешательства прокуратуры деньги выплатили в полном объеме – полтора миллиона рублей. Руководитель подрядной организации считает, что репутация компании в какой-то степени пострадала, однако это не помешает в работе. Выигрывали, так и будем выигрывать муниципальный контракт и будем выполнять их. Я могу сказать, для чего это было сделано. Территория была Березневой Ольги Петровны, там ее родственные связи выполняли работу, а здесь я вышел. Это было сделано для того, чтобы я больше не зарезал по этому округу на работу. Но я принципиально буду выполнять, выигрывать центра именно в этом округе. Принципиально, чтобы Ольга Петровна не думала, что она такая влиятельная. Отмечу, что ранее уполномоченный по правам предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов в этой ситуации встал на сторону предпринимателя. Он сообщил, что нередки случаи, когда представители власти необоснованно предъявляют претензии бизнесу, но почти в 100% случаев не несут за это никакой ответственности. На самом деле за любые действия всегда можно и вообще нужно компенсировать. Для этого есть судебная система, аппарат уполномоченного или уполномоченный, который имеет права наказать чиновника, даже финансово. Призывая предпринимателей не бояться, не стесняться, то есть свои права надо защищать полностью. То есть не только вот в ситуации, но еще реабилитировать перед общественностью, заставить представителей чиновников реабилитировать, и еще и понести какое-то финансовое наказание. Реабилитировать это в плане каких-то публичных изменений. Публичное, да, извините, но это называется реабилитация. А если еще человек понес финансовые убытки, то еще и предъявить финансовые убытки и нанести в первую очередь бюджету, а бюджет должен разобраться с чиновником, и прокуратура той территории должна разобраться с чиновником, который нанес ущерб бюджету.